Вечер и встречаем аплодисментами непревзойдённый, талантливый, харизматичный актёр, телеведущий, сценарист, режиссор, драматур Иван Ахлобыстин. Здравствуйте. При таком перечислении по Стаси мне легче было, ну, наверное, логичнее было бы быть иллюзионистом. Ну, получилось так, что что есть, то есть. Почему в шапке? Потому что меня постригли в картине, и вы тут сделали под 70-й, я просто боюсь её потерять, я с Афона привёз в шапку. Всех верующих людей, Христос Воскресе, всем не верующим, просто пожелание любви и радости. Так что я к вашему слугу. Иван Иванович, мы очень рады, что сегодня вы с нами в этот день. Ещё раз напомню всем тем, кто подошёл, что сегодня у нас будет представлена новая книга Ивана Ахлобыстина. Называется она «Песни созвездия гонщих псов». Также у желающих будет возможность задать вопрос. И мы напоминаем о том, что на каждой встрече мы разыгрываем книгу за необычный вопрос. И сегодня в конце встречи мы также вручим одному из читателей, кто задал вопрос, книгу в подарок. Ну и, конечно же, разрешите мне задать первый вопрос о том, какой получилась ваша новая книга и почему вы решили обратиться к сатирической прозе. Ну, сатирическая проза, мы так очень относительно, хоть как-то заявить о чём книга, чтобы не держать в неведоме читателей, это далеко от сатиры, потому что никого не оценивают. Юмористической тоже её не назовёшь, просто там много отсылов к эстетике такого постсоветско-апухолистичного пространства. И поэтому, ну, как-то логично сложилась фраза, о чём? Ну, вообще все книги на свете пишутся о любви. Просто не всегда это ясно, художественная литература. Не скажу о чём. О мужчине и женщине, о поиске человека в пространстве. Причём мы пережили такие сложные исторические перипетии, что довольно часто можно встретить физико-теоретика, который занимается развозом в гет-такси или занимает какой-то олигархический пост. Ничего нельзя сказать по-человеку. У меня в компании такая, у меня очень смешанная компания, социальная и профессиональная. Она очень неоднородная. Она столько года жизни, года пережитого опыта. Благо я могу уже оперировать десятилетиями. Я как хайлэндер с того тысячелетия. И вот примерно своё ощущение, как сладкую ясному, от пережитой в жизни сказки, я пытался перенести на страницы книги. Насколько это получилось, не скажу, не объективен. Потому что нормальный человек не любит ни своё изображение, ни свой голос в аудиозаписи. Всегда кажется, что он лучше, и это базовый инстинкт. Иначе у него психика нездоровая. И то же самое о литературе. Себя не можешь оценивать со стороны. Следует, наверное, со вниманием отнестись, как потом, ну как оценят люди. Меня спросили, мы разговаривали с милой дамой в издательстве, в интервью. Она спросила, кто читатель. Не знаю, кто читатель. Я надеюсь, лет через десять, неважно, будет ли это молодая барышня или брутальный, значит, из смешанных единоборств, мужик, грустно вздохнув, случайно возьмёт в руки книгу, которую много лет использовал подставкой для кофе. Она прочитает его, усосёт туда, и вернётся он оттуда обновлённым. Свет лолубнётся в окно, хрустнет костяшками пальцев, значит, и заново вот, а свет такой, не просвещённый, а облегчённый, слово плохое, прости господи. Впечатлённый, пойдёт по жизни дальше. Наверное, это вот мой основной читатель. Меня воспитывала литература большей частью до определённого времени. Да и, собственно говоря, 90% того, что во мне, это есть, это литература, воспитание, разумеется, со стороны окружения меня формировало, но литература. Кино, да, тоже, но это уже доставок к литературе. Сейчас новости пестрят тем, что ради литературы, говорят, вы решили забросить кино, отказаться от съёмок. Как вы прокомментируете? Кино, к сожалению, у нас снимается не очень, а литературу мы всегда славились, равных нам нет, как нашим женщинам в красоте. Так что, по всему я тут сложнее опозориться. Потом, я не думаю, что у меня нет вот этой актёрской гордыни. Я уже что хотел, то и сделал, вроде, нет таких проектов, ради которых можно жертвовать всё. Тарковского я что-то не встречал последние 30 лет. Всё, что делается сейчас, мне постыдно. Ну, за редким исключением, где вот к середняку что-то приходит. Возраст у меня уже, мне полтинник, я сходил в день рождения на Афон. Ну, мне чисто по возрасту уже неудобно метаться, вот с неопределёнными намерениями на экране. Потом, ну что, я не знаю, что ещё. А литература вот что-то такое священное для меня, сакральное. И будет логично, что я, в конце концов, с кино завершу и буду заниматься литературой. Это даст мне возможность в будущем, когда люди, наконец, забудут, как выглядел доктор Быков, а я продолжаю заниматься единоборствами. Думаю, к этому времени мне ещё раз надорвут несколько раз уши и сломают нос. Ну, надеюсь, глаз не выбьют. Хотя это тоже было бы не в минус. Прости меня, Господи. Не услышь меня, Господи. Люди забудут и будут уже, когда я в храм вернусь, не к доктору Быкову идти, а к отцу Иоанну. А литературу даст мне возможность вот эту буферную временную часть пройти безболезненно. Если я позорюсь как литератор, ну, это нормально, хоть попробовал. Помните, у Кена Кизи, нет, не у Кена Кизи, в «Полёты над грязном кукушке», Господи, это... Кен Кизи, правильно всё. Да, Кен Кизи, да, 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 всё, уже я старею, 50 лет. Вот, есть момент, когда индейец наблюдает, как главный герой пытается вырвать унитаз, чтобы кинуть стену, и вы убежаете из сумасшедшего дома. И сколько он не тужится, ну, он не может, ну, тяжёлые вещи. Индейцы говорят, ну, зачем это, зачем это? Он говорит, ну, я хотя бы попробовал. Кстати, в финале этого индейца уже, после кончины главного героя, гибели главного героя, индейец вырывает этот же унитаз, разбивает стену и уходит. И повествование, собственно говоря, от лица индейца. И вот почему бы не попробовать? Мы хохотались, сидели вот с милыми сотрудниками магазина и издательства, и так думали, ну, обязательно спросят, зачем? Можно сказать так. Человек, я неказистый, но я, когда меня дети тьмурят за то, что я одеваюсь вслепую, я говорю, детки, во-первых, я заслужил долгими, ну, теперь я формирую, раньше меня стиль формировал, хотя не скажешь, но. А теперь я стиль для себя могу формировать. И вообще, не смейте мне указывать, я ведь мужчина года по версии журнала «Гламур». Мужчина года по версии журнала «Гламур». Черт его знает, чем они руководствовались, когда вручали в ней призывы. А киношных тоже, киношные части были отца в кладовке. И можно сказать, ответить, чтобы расширилить аудиторию из гордыни, из злобной, прям такой мрачной, дарквейдеровской гордыни. Хочу вот прямо, чтобы еще пол полки книжных, чтобы я когда помирал, указывал, значит, вот смотрите, блин, вот как надо жить. Широко на все, прям как гармошка в растяжку из гордыни. Хотя, конечно, нет, это все необязательные процессы. Сам факт, что книга, что она стоит пусть в другом зале, пусть она не так покупаема будет там, пусть вообще будет непокупаема. Но, блин, в этом же магазине продается гендер, а сама на рождея толстой, в конце концов, такое соседство-то. Если перебирать видеокассеты, я буду стоять между порнографией, ну, фильмы стоят, между порнографией, значит, и между псевдо-арт-искусством, где по 40 минут ложка в стакане в Москва-Хабаровск трясется. Это должно что-то у меня вызывать какие-то наборы ассоциаций творческих. А здесь я с приличными людьми, в общем, не за подло, как говорится. Спасибо. Если я буду ваш шокер, я пытаюсь отвечать честно, но я буду придерживаться партикуляра литературного учреждения. Поэтому, если у кого уже появились вопросы, поднимайте руку, и мы с удовольствием передадим микрофон. Пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Юлия. Сначала разрешите выказать свое уважение глубокое вашему таланту, на самом деле, и тому, каков вы есть человек. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Хотелось уточнить, вот вы говорите из кино, возможно, уйдете для литературы. А как насчет театра? Я никогда не был в театре. Очень хотелось бы вас видеть на сцене. Спасибо. Ой, вы знаете, я к театру отношусь очень пиетентно. Это, ну, драматическое искусство. Я совсем из другой области. Я всегда, я прожил всю жизнь рядом с ними. Но никогда даже и не покушался, чтобы на сцене что-то представить. Во-первых, я не актер по профессии, не театральный. Хотя можно было бы все сделать, известное, там, как трудолюбие приложить просто, и все усвоить, что необходимо. Но в театре надо жить. Они же не работают, они служат. У меня одна из дочерей, так, в порядке бред, говорит, ну, может, у меня актриса стать театральной. Я говорю, тогда театральная, ну, актриса театральная, значит. Просто киноактеры – это случайная, глупая случайность. Яна мне задает вопрос. Я говорю, а вот ты готова, в принципе, что такое актер настоящий? Ты должна получать одинаковый комплекс приятных чувств от того, что идешь по красной дорожке, где-нибудь в Каннах, ну, неважно, где ты будешь идти, в Венеции, там, на каком-то фестивале, и от того, что ты выходишь играть огурец в детском провинциальном каком-то театре, 30 лет ты его играешь, и опять выходишь, и опять ты счастлива. Вот если есть это творческое опьянение и готовность к такой жертвенности, то да, то можно смело идти в актер, в актрисы, потому что работа дико трудоемкая, малооплачиваемая, неблагодарная, тысячи искушений, семьи рушатся из-за командировок, из-за нагрузки безумная совершенно, а аудитория сложная, потому что люди творческие, и тоже, где прима, где там целая своя интрига. Просто я не начал в детстве этой пылью дышать, я не отравлен, я отравлен по-другому всем самым лучшим, а туда смысла нет погружаться. В литературе очень хорошо, это дома, это вот как-то я научился, я многодетный отец, у меня есть индром Чингизита, я могу, в принципе, уснуть посреди толпы. Вот не будет ничего удивительного, если бы была задача, я бы и сейчас уснул. Меня не смущает обилие людей, потому что на съемочной площадке 50 человек все время на тебя смотрят. Хоть ты в трусах, хоть ты одет, хоть ты спишь, хоть ты это, и по работе смотрят. В храме тоже, где большую часть, беру сегментами своей жизни, тоже много людей, там молимся, там вынуждены мы открываться, это рядом, ты знаешь, аудитория, которая не будет над тобой смеяться, которая сама молится. В спортзале, ну, тоже глупо смеяться друг на другу, неважно, в спортзале ты тоже равен всем. Будь ты хилый очкарик, ботан-очкарик, и пытаешься один килограмм бицепс качать, будь ты накачанный Сергеем Бадюкой одним ударом семи хубивахом, вы одинаково занимаетесь в одном и том же спортзале. Вы перед бусидо, одинаково, те же несете ту же самую ответственность и пользуетесь той же самой харизмой, так сказать. Вот есть объединяющие моменты. И вот я просто к театру, простите, что я так пространен, что мне будет ближе, театр я люблю. Я вчера был на спектакле в театре «Практика», шел неохотно, потому что назывался он Петр Феврония, а мне очень не нравится, когда на религию навешивают, пытаются паразитировать на религиозной тематике, она довольно деликатная, индивидуальная, и надо прям быть супер-виртуозом, чтобы обойти острые углы, не навязать, потому что к Богу нельзя прийти очарованным чьим-то интеллектом, обаянием, карьером, только свободным он, только так Господь принимает и доводит тебя вон до той степени, до той точки, когда становишь свободным и готов избрать. И пошел, и очень остался доволен. Прекрасный коллектив, действительно что-то новое в театральной деятельности, небольшая сцена, адекватно доведенная сама история, со всеми актерскими, то есть один заплакал, другой заставлял смеяться, оформлена прекрасно, напомнила мне лучшие концерты Деткин Дэнс, там, 86-87 года, или там постановки Голд Фраб, такая норвежская, или шведы, они не помню, тоже они любят ирландское пение, норвежское пение, речитатив, немного повествовательных элементов, чтобы скрепить историю, и такой концерт получается, концерт представления, вышел довольным, то есть это вот то, что имеет смысл смотреть. В театре давно не было, очень хочу восстановить все потерянное. Думал, что найду с академического, начну восстанавливать с академического посещения Вахтангова, на всех царей детей переводить, присмотреть малый театр, как обычно водят, есть же такая партикулярная семка. Сначала малый театр на всех царей, потом Вахтангова на Турандот и на всех остальных, потом в Амхат засвидетельствовать, потом, значит, в Пушкина поудивляться и дует по всему кругу, как говорится. Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам за ваше творчество изначально, особенно за роль в фильме «Царь». Вы меня ругали, слышите, ужас вообще. Не только я ругал, но и моя бывшая супруга тоже очень вас ругала. Сказала, что даже некоторым образом ненавидит, но у меня вопрос не по творчеству. В какой-нибудь стиле по версии журнала, не помню, как, да? Да, гламур, да, да. Да, гламур, гламур. Вот вопрос про одежду. Это какой-то стиль одежды, или что-то это значит, или это просто одежда? Это каша. Это действительно дети правы, я в темноте одеваюсь. Вот я сейчас в Питер, с закрытыми глазами, они говорят, я в Санкт-Петербург должен поехать, соответственно, я как капуста на себя все, что более-менее, что под пальто это все мог быть. Абсолютный практицизм. Мог бы мотивировать красивее, но это будет неправдой. Просто я человек, лишенный вкуса. И, ну, в плане одежды равнодушный, мы все до такой степени индивидуальны, что уже можем себе это позволить. Там, предположим, 70-е годы, это 80-е годы, еще были какие-то попытки в общем ключе быть. Были перегибы, то есть лабутены, последнее проявление у шнурова, лабутены были отмечены. Но, в принципе, если раньше мы джинсы хотели, потом мы хотели не просто акинликляем джинсы, а теперь мы опять джинсы хотим. То есть у нас это обезличилось. Если, вот, рубашка, рубашка удобная. Самая лучшая рубашка, это Турштайнер. Ну, вот для меня, потому что они крепенькие, они рассчитаны на скинхедов, что они будут метаться по стадиону, что за эти рубашки их будут полиция таскать. Ну, рубашка я рубашка, да. Простите, а майка, зеленый рука, да пу ты мадра, не раскрывай, не потому что мне так нравится кокаин, какая-то наркобарона, которая в основе этой, а потому что он сделал, сама история возникновения, фирма смешная очень. Когда посадили Пабло Эскобара, там же убили его, поймали, по крышам же он бежал, по-моему. Там еще какое-то количество мелких наркокоролей просто сажали по тюрьмам. А как они сидят? У них две плазмы, на которых на одной идут либо рыбки, либо виды какие-нибудь, а на другой фэшн-шоу, потому что это дамы, потому что это, и вот такой сидел, не помню, коротышка, не коротышка, не помню, кто из вот этих мафиозных королей, мелких. Он смотрит, один смотрит, два, а потом говорит, вот какой-то мужик там ходит среди баб. А ему за что признали? Он говорит, за маечку вот за ту. Он дал алк. Вот да, а маечка такая же. Да, такая же, но там, видишь, нарисован дельфинчик. Он говорит, только дайте мне голую, лысую маечку, такую, без рисуночка. Значит, взял он маечки, пишет он плохо, то есть он полу-неграмотный человек, рисует еще хуже. Ему удалось нарисовать полногрудую пиратку, но самое прекрасное, то есть он понял, что был, и что умел, и сам как без глаза, без одного, с кинжалом. И почему называется так, там переводится очень неприлично это дело, но это единственное, он на заборах всю жизнь это писал. И он думал, думал, как назвать фирму, когда его спросили, а ты бренд, как назовем? Ну что, хороший. И вот это переводится, ну, как, светском, а исполнение офигительное это называется. Ну, это сленг. Отправил в Австрию, с маечки, с эскизами, что написал, название это, ему прислали маечки, он в тюрьме раздался, они при первой стирке потянулись. Исчез, значит, главный технолог завода и еще кто-то из австрийского предприятия, с тех пор, какой бы заказ не приходил на трикотаж, делают даже на свои дополнительно, чтобы был доволен этот маленький, гордый человек. Очень хороший, крепкий трикотаж. Вот, исходя из этих соображений, я, собственно, отовариваюсь. У меня, простите, у меня такое потребительское, я варва, вот нас называют ордой. Я вот представитель этой орды, просто я вкладываю в это позитивчик. Живем для себя, да, с вашей решения. Да, добрый вечер, Ван. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Очень приятно. Мне очень приятно, что есть возможность задать мой вопрос, тем более у меня вопрос как от автора к автору, наверное, получается. Вот, у каждого автора книга начинается с чего там, то есть у кого-то начинается с картинки в голове, у кого-то с фразой. Как у меня было, у меня началось с имени главного героя. С чего начинается для вас книга? Также, всегда случайность, вот я не верю в эти рассказы про вдохновенных художников, которые ходят нервно по квартире, с трубкой, с бельгийским табаком, подходят, щиплятся за броню зеркала, там пьют абсент, пропущенный через сахар на вилке сжжены, как аплицианин. Нет, идешь, тащишь, мусор, хоп, в голове. Или куда-то едешь, ругаешься, что тебя подрезали, хоп, в голове. Не обязательно область, не обязательно, тоже вот глупость какая-то, вот прям крючочек. Главное потом посадить себя за стол и заставить, как в любом труде, я думаю, во всех, любой труд творческий. Что яму копать, что книгу писать, что в кино сниматься. Нет творчества, нет удовлетворения, нет результата. И вот заставить себе первые 10 страниц, которые явно полетят в корзину, а дальше уже чилинг. Дальше уже сами по себе герои появляются, понятно, как они будут между собой говорить, понятно, там, что они будут делать, вот главное писать, писать, а потом дивные ощущения, когда, понимаешь, вот написал там 7 страниц, ходишь по дому гордо и подтягиваешь треники, выходишь загадочными, такими томными глазами, смотришь на супруге, ну-ка, мать, нали-ка мне, плескани борща лауреату. Вот такое. Простите, а вот я так как, как не для, сейчас, сейчас, дочка не могу, сейчас, дети, сейчас я включу, простите, я обычно сразу отключаю, детки, у всех какие-то интересы, четкие? А я всю жизнь, я в свое время, ну как всю жизнь, мы с женой поженились, ей было 22, мне 27, мы нашли, мы два огонька были, мы поняли, что мы сгорим, в этом пламени любви, мы очень шелуны были большие, звонки 90-е гремели, было ощущение, что возможно все, и мы это ощущение только утверждали, причем так носили, по-варварски, варяжским методом, и поняли, что мы погибнем, тупо помрем, и мы стали искать платформу, на которой можем стабилизировать свою жизнь, пришли в церковь, нашли хорошего духовника, и действительно, как-то втянулись, и люди нам понравились, и дикости никаких не было, мало-помалу, это стало частью нашей жизни, естественно, потом мы перероднились все, крестные и крестные, и среди прочих, вот мне ближе всего, Иисусова молитва, читать, иногда не успеваю вычитывать полные правила, и поэтому компенсирую, чтением, где это возможно, и беру четкие, вспоминаю, надо молиться, молюсь, беру, вспоминаю четкие, благословил меня на это, ныне покойный, вот, Архимандрит Авель, он Гавриил, по-моему, в схеме, но так, Авель у него на могиле, это один из старцев, таких российских признанных, ну, и мой духовник тоже, без благословения обычно это не делают, потому что можно так порушить себе психику, но тут чисто, чистая биохимия, как, что, выполняя односложное движение, можно им впасть в посттрансовое состояние, не очень-то думать о Боге, а больше получать удовольствие, как от наркотиков, так что это атрибут, я думаю, с этим я сижу, я занимаюсь себя, мне думать легче, я молюсь, я надеюсь, я смерти боюсь, вот так еще, только все упрощаю, а? Смерть? Извините, давайте у нас вопросы в микрофон будем задавать, чтобы все успели, кто хочет. Здравствуйте, Иван, меня зовут, я здесь, слева, ой, простите меня, меня зовут Георгий, у меня к вам два, два вопроса, первый вот, как я понял, книга является выражением впечатления от прожитой жизни, и в связи с этим я хотел бы спросить, какое место в книге как раз отведено религиозной составляющей, и второй вопрос, как она написана на обороте книги, что она написана в лучших традициях Габриерея, Гарсия и Маркеса, и я хотел бы спросить, кто на вас из писателей оказал влияние при написании вашей книги? У меня он средненно такой, усредненный литературный вкус, но мне кажется, он самый верный, потому что золотая середина всегда была определяющая, воспитывался, разумеется, начал я с Александра Дюма, с трех мушкетеров, векон, дебрежилан, графин, то, что было доступно в советские времена, после сдачи пачки макулатуры, купить книгу, не знаю, от чего так возник, понятно, причем колбасы не было, но это что, деревья кончились, что ли, для меня это всегда была загадка, странный товарный дефицит на книге, но мы обменивались книгами, мы были, в принципе, держались, действительно, страна очень много читала, и сейчас много читает, но тогда это прям бум какой-то, позже, Кен Кизи, Абдайк, Абдайк, пожалуй, одна книга, Кентавра, потому что мне Кролик Беги не очень нравится вся эта история, а «Истутские ведьмы» прекрасно экранизированные с Николсоном. Потом на меня очень такое произвело впечатление до еще появления Маркиса, Борхес, это вся латиноамериканская волна, значит, Господи, помилуй, пробудить телефон сейчас, сейчас, вторая дочка, не могу говорить, вторая дочка, и они вот кругом будут, вот, потом, мастер Маргарита, папа мне дал, перефотографированный на листах, вот еще толстая такая пачка была, из журнала, если не ошибаюсь, «Октябрь» печатался, значит, потом пришел Маркис, со «Сто лет одиночества», очарован абсолютно я был, как опьянение, потом нам прочитал в театральной студии, посадил кругом, Александр Николаевич Тюкавкин, преподаватель актерского мастерства, в театре юного москвича, откуда меня выгнали через полгода за абсолютное отсутствие таланта романтического, еще я повалил декорацию, но, в целом, там интрига была, мне не везло на тот момент, и он нам зачитал чайка по имени Джонатан Ливингстон. Дальше уже месси его не пошел, единственное, пробовал, но не очень, не пошло. Вслед за этим, Гюнтер Грасс, уж все перечислить не смогу, но вот такой Гюнтер Грасс, сейчас читаю, Ружди, сейчас читаю, вот этот дивного человека выговорить не могу, имя афганца, который «Тысячи сияющих солнц», побег, по-моему, ну, вот у него три книги, сейчас продает три-четыре книги, сейчас «Тысячи сияющих солнц», и по муку. А, разумеется, Павича, я прошел, миновал период Павича, не произвел на меня впечатление фаус, потому что это просто такая фастфуд Маркес, облегченный Маркес, не произвел впечатления. Что касается отечественной литературы, конечно, Пеливин, конечно, Елизаров, конечно, Шаров, из такой серьезной, глубокой литературы, как и «Письма из Египта», и «Репетиция», «Водолазкин», «Лавр» из последних, «Захар Прилепин», ну, разумеется, тоже, как сказать, для меня показательно, что же я еще прочел, Резенфорда, это «Американец», роман «Нью-Йорк», что еще читал, что еще, ну, вот, последнее, что читал, но, больше всего, конечно, у меня в самом начале, такие первые толчки, это «Мастер Маргарита», «Сто лет одиночества», и «Кентавр Авдайк». вот так, как-то так сложил. Добрый вечер. Отец Иванович, меня зовут Сергей, у меня вопрос такой, вот после вашей доктрины 77 на стадионе, прошло уже несколько лет, как ощущаете, на сегодняшний день подвижки к лучшему есть? Есть, есть, и явственно ощущаю, во-первых, после доктрины через две недели там же Путин выступал, мы, видимо, поняли, что площадка-то рабочая, вот, ну, правда, не так красиво он оформил, как я, но я и вылетел на 9 миллионов, там не было задачи денег зарабатывать, там просто получилось так, что мы же, как тушинские панки, жили всегда скромно, так и собираемся дальше же, потому что все, быт обременяет, дети подрастут, уже пойдут своими, а мы с Оксанкой продолжим существование, вот в таком ритме жизни, быть меньше зависимо от бытового, но когда начались интерны, я отдал долги, за себя, за друзей отдал долги, значит, что нужно купил, машину поменял, значит, как можно благоустроил, и понял, что надо вернуть человечеству то, что оно мне дало. На тот момент, на тот момент меня слушали, то есть, начали прислушиваться, но чисто по техническим соображениям, потому что, если тебе каждый день вбивают в голову три раза один и тот же сериал, одну и ту же кричащую красную морду, то волей-неволей становится в течение времени фэн-шуй, домашний фэн-шуй, и член твоей семьи, и ты к нему прислушиваешься. Время было неопределенное, потому что никто ничего не предлагал, все путались сами в себе, нужно хотя бы было начать диалог, обсуждение вот такой гражданских, поиска гражданских позиций, не обременяя это вот теоретиками, какими-то дополнительными, не вгоняя в хмурь этих, в хмурь партийных заседаний, а именно вот по существу, что сейчас, общий смысл доктрин, собственно, в Библии 77 книг, и это символ полноты знания, потому что, я понимал, что я не экономист, я не политолог, единственное, что можно, это зато, ребята, чего не говорим, давайте, что вокруг мир меняется, нам нужно меняться тоже, нам нужно вспоминать о самих себе, нужно вспоминать о нации, нация, это одно из важнейших, что есть в государственном строении, о взаимоотношениях, внутри государства, о воспитании детей, какие-то сложные вопросы, о необходимости воспитывать, вкладывать в детей, изначально какие-то патриотические посылы, не уничижая патриотизм, подхлемажем, там, чистый, вот, по-хорошему, начали выбирать зал, меня навели на эту мысль, у нас морской офицер, подписывая книгу, в Санкт-Петербурге, после литературного вечера, он говорит, вам бы на стадионах выступать, а рядом со мной находился организатором мероприятия в Санкт-Петербурге, я у него спросил, я запаренный был, уставший, после выступления, подписывал книги, бежать надо было, как всегда, на поезд, я посмотрел на него, спросил, в нашей самой большой стране мира, какая самая большая площадка, он говорит, лужники, я говорю, можно договориться, он говорит, ну вообще режимный объект, никому раньше не давали, ни Мадонна, ни Майкл Джексон не освоили, милые дамы, которые продают билеты, не советуют больше, выше 56-го ряда на футбольный матч брать, потому что непонятно, кто с кем играет, ну там, как мобильный телефон, она же действительно огромная, его никто, только Мишка, олимпийский, в 80-м году, более-менее, освоил пространство, когда улетал, а так, в общем, он поехал, чудо божие, вот как промысел божий, приняли, я не скрывал, они мне, было два заседания, поскольку режимный объект, на заседании за столом присутствовали строгие дамы и джентльмены, КГБ, ну ФСБшник, милиционер, пожарный, административную часть представляла милая дама, и он мне, говорит, а что, я говорю, ну знаете, милитаризм, авантюризм, изоляционизм, империализм, мрак, короче, готика, средние века, никого не жалеть, я думал, они вопрос какие-то дополнительные, мне всем понравилось, видимо, уже накипело, от общей ситуации, вот, только потом, ну уже утвердили, отдельно меня отвел полковник, представляющий пожарную службу, он говорит, ну все-таки мне подробнее хотелось бы, ну я говорю, как подробнее, не сформулирую сейчас так, вот, шатура недавно горела, почему, потому что просеки не вырубили, а почему просеки не вырубили, потому что штат сократили пожарных, он говорит, не договаривайте, приду всей семьей, стали искать платформу, как это, ну огромное, понятно, что не смогу донести до каждого, это просто как вот, как символ, как заявка, это не было полноценным, в ином смысле, это не было литературным вечером, прямом понимании, это вот как заявка, что давайте начнем гражданский диалог, присоединяться в наших размышлениях к оплаченным депутатам, только навязывать им свое мнение, и квадрат не подходит, слишком ритуально, полоса вот такая, подиум прямой, на коленях надо к микрофонам, как Роллинг Стоунс, тоже вроде как не по теме, все-таки такая особая, готика, средние века, человек традиции, вот, выбрали пирамиду, со скошенным, усеченным, усеченной вершиной, заказал гонг, гонг пришел странный, выясняется, что консерватория закупает вот такого рода экзотические инструменты, в стране, тибетский гонг был, и на нем огромный 77, он был 77, прям там много очень, стечения обстоятельств каких-то, и, собственно, потом я встал перед, ужаснувшие меня истиной, что мне нечего сказать, потому что я же не политик, я вот, ну как я предложу, если меня послушать, мы давно бы уже ядерный пепел были, потому что если по справедливости, мы вообще не заслуживаем никакого прощения, мы испоганили землю, перепортили другому отношения, семьи разваливаются, то есть какой-то испуг должен быть, сильный удар человечеству, чтобы оно опомнилось, и опять захотело осваивать космос, а не менять пол один на другой, там, предположим, интерес, чтобы сменились, от тряпочек опять к физикам-лирикам вернуться, но этого было недостаток, как МОК сформулировал, было у нас по, там считают по турникету, было, сейчас не соврать, 32 тысячи, а осталось 24 тысячи ушло, но 28, 2 десятка, 3 десятка тысяч людей, которые 2 с половиной часа под холодным дождем, там, пошел в какой-то момент дождь, водку я не разрешил продавать, только горячий чай, выслушали меня, это, до такой степени я проникся уважением к этим людям, к людям, и понял, что прямо вот, людям интересно, даже если они со мной не согласятся, сам пример, что можно высказывать, что можно пытаться самому сформулировать, вне зависимости от обстоятельств, если появляется возможность, то это нужно делать, меня поразило, просто подкупило, потом, ну, вот уже сколько прошло времени, периодически я сталкиваюсь, кто присутствовал на Дартнете, тут зашел в медиамаркет, покупать очередной раз подзарядки, подзарядки имеют волшебное свойство исчезать, если найти все подзарядки от телефонов, которые у меня дома, вот по колену я должен ходить подзарядка, это ужас какой-то, куда и где, как наушники, как носки, как и трусы, простите, то есть это вот все в четыре слоя заполненный пирог, трусами, носами, подзарядками, совершенно непонятно, кто это уносит, если размер только мой, но это наверное в каждой семья, и пошел за подзарядкой, интеллигентный парень ко мне, подхипсерского типа, пропечатывать мне чек, чтобы я шел на выдачу, я был на Дартнете, как ты, между нами, раз и мы с ним, по примеру, и разошлись, то есть он насытил это, я насытил это, хороший был проект на самом деле, надо такие вещи делать, потому что скучно живем, надо больше участвовать в общественной жизни. Здравствуйте, меня зовут Даша, у меня к вам очень необычный такой вопрос, вот мы с моей подругой учимся, в школе 747, мы знаем то, что вы тоже учились в этой школе, и наш классный руководитель нам очень много рассказывал о вашей с ним дружбе, ну если вы его вспомните, это Голенищев Дмитрий Петрович, да, его кличка граф была, потому что Голенищев, он кличка, у нас была компания, я, Ян Карклин, Серега, значит, Коноплянка, Димка Голенищев, и у нас еще была подружка, наш комсорг, Ольга, уж не помню фамилию, кличка Пятачок, в 747, нас как троечников со всего района согнали в одну школу, и у нас был прекрасный, класс вообще, мы ставили Стругацкий, на выпускной мы поставили эпизод из понедельник начинается субботу, так мы путешествовали, при Балтии поездили, беспрередно по Москве таскались, на какие-то концерты ходили, одни из самых счастливых годов, вот в эти два года, 9-10 класс, ему поклон до земли, он у вас тоже очень часто вспоминает, рассказывает нам истории, связанные с вами, вот, и вот, мы тоже, он мне девчонку отбил, да, вот, и как бы, ну, мы хотим передать привет вам от его лица, и спросить все-таки, а что вам больше всего запомнилось, какой момент именно дружбы с ним вам запомнился больше всего? Ой, вы знаете, наверное, этот момент нельзя рассказывать, там много, много чего было, мы были очень адекватны, то есть мы понимали, что никто не займется нашей эволюцией, кроме нас самих, мы ходили на какие-то концерты, мы таскались на белорусскую слушать орган при полном непонимании, в чем это хорошо, вот, но потом свыклись в итоге, мы ездили вот при Балтику сами по себе, обманывая родителей, что он говорил, что я у него остаюсь, я говорил, что он у меня остается, Серега непонятно, у кого говорил, остается, путаная вот эта история, каша, причем ездили не только мы, а еще и девчонки к нам присоединялись, но все было очень целомудренно, там снимали мы не гостиницу, а общежитие, приезжали в Таллинн, и по Таллинну бродили, покупали, тогда были модные, это шапочки, петушки, и раскладные зонтики, но больше, конечно, Европа, интересно, много чего, не знаю, они, понимаете, самые эффектные, с точки зрения рассказа, законченные сюжетные истории, не самые определяющие, вот, по счастью, по каким-то эмоциям, что мы проживали, один из самых счастливых моментов, мы стоим на крыше только что построенного высотного здания, как-то прошли мы через сторожа, стоим на крыле, ничего мы не боялись вообще, абсолютно, тотальная бесстрашия, и мы понимали, что вот скоро будет пускной, что мы выйдем в жизнь, мы абсолютно были уверены в своем прекрасном, великом будущем, причем здравый, понимали, вовсе, это не обязательно было, что там, в коронах золотых, как у Хиркорова, и в лосинах, как у Баскова, мы будем скакать где-то на пуантах, делать растяжки, или там еще что-то, у нас, в границах, вот, правильно, мы читали много, кстати сказать, мы делились книгами, но, кстати, один из людей, кто входил в нашу мафию обмена, вот эти, круговорота книг, в природе на Ойковской, вот, прекрасно, поклону вам до земли. Спасибо. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Данила, у меня такой вопрос, вы сказали, что в старости будете, уйдете из кино и так далее, будете озвучивать мультфильмы, ну, любите мультфильмы. Прирабатывать буду обязательно, если звать, будто у меня гунявый голос, я это как ведро. Я вообще, дюймовочку мне не дадут. Многих персонажей мы с вашим голосом слышали, вот, такой вопрос, какой ваш любимый мультфильм и собираетесь ли вы в ближайшем будущем, может быть, свой мультфильм нам, ну, Знаете, вообще, вот сколько я сталкиваюсь с людьми, которые занимаются мультипликацией, дико затратная профессия, по времени, по времени, как труд, ну, все вместе, вкупе, они по 3-4 года делают это, сидя, рисуя, там, до мелочей выверяя, прямо можно памятник ставить, это все средние руки рентабельности, но за такие вот внутренние затраты можно было больше получать, во всем мире больше получать. Наши фанатики и как не делают, но все-таки делают. Потом, мультики, это все-таки из области сказки, а вот сказочники, это вершина вообще литературной деятельности, потому что великих писателей как грязи, а сказочников человек 5, то есть они даже великими, у них нет смысла называть никого, потому что по определению если ты скажешь, человек, ты уже великий. Ну, 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 Шарль Перрон, братья Гримм, Андерсон, Астрид Лингрен, Бажов, Пушкин, ну, кто еще? Ахсаков, ну, это очень на любителя, на любителя, это изощренно, а вот он все-таки не сказочник в полной мере, не золотой ключик. Шарль Перрон много называл, вот, и поэтому у меня изначально такое пиетитное отношение к мультику озвучивается легко, потому что я и так, и в жизни в обыденной озвучивал это дело, как правило, злодеев дают, всяких, все мне очень нравится, но, наверное, я не смог бы заняться прям плотно мультиками, созданием, потому что, как и в театре, этому надо отдаться, больше ничем не заниматься, только мультиками, тяжелый труд, а в старости очень надеюсь, может, как кого-нибудь, Змея Горыныча, там еще дополнительно, ну вот, что-то связанное вот с моими интонациями, ни принца, ни золушки не дадут. А любимый мультфильм? Любимый мультфильм, наверное, трилы из Бенвиля, наверное, вот что-то такое, очень нравится японцам, что-то зияка, вот, Ходячий замок, да-да-да-да, выговорите, простите меня, половину букв не выговариваю, вот, из наших мультиков Карлсон, а, Жил был пёс, Жил был пёс, вот прям из таких, ну и, пожалуй, всё. Следующий вопрос, у нас здесь слева от вас, здесь у девушки, ага. Здравствуйте, Валерий Валентинович, я очень сильно волнуюсь, эмоции переполняю, так что, буду немножечко запинаться, совсем чуть-чуть. Меня зовут Аня, очень приятно. Хочу поговорить о вашей новой книге, это сатирическая проза о провинциальных городках. Я сама из Ростова-на-Дону, и знаю, что вы там часто бываете, гастролируете. Я служил там. Да вы что? Да. Вот этого не знала, очень интересно, и хотелось бы узнать, что вы из Ростова для себя сатирическое именно почерпнули, и включили ли вы это в книгу, в новую? Ну, во-первых, Ростов-то не очень провинциальный городок, это один из самых крупнейших городов, и тут уж, хотя в нем еще сохраняется, вот Москва не город, потому что все-таки Москва, вот то, что называется мегаполис, может по-другому назвать, но он окончательно утратил какие-то индивидуальные черты, кроме того, что здесь такое ощущение всевозможности, что и губит. Самое адекватное описание Москвы уже не у Геллеровского, а в песне Гаррика Сукачева «Город, не знающий более и не щадя никого», вот что-то такое. Ростов все-таки сохранил город, вот традицию, не совсем правильно, что сатирическое, сатирическое означающее оценивающее, здесь нет оценивающего, опять же, мы написали так, ну, чтобы хоть примерно было понятно, в какую сторону, что не триллер, что не эротический роман «Пятьдесят оттенков темного», «Пятьдесят первый оттенок», «Пятьдесят первый оттенок темного», ну, не дезориентировать, а что подчеркнул, вот здесь, в больших городах, мы выживаем, ритм жизни такой, что волей-неволей тебе приходится гнать, как паровоз, как на амфетаминах-то, а в городах поменьше, вот в настоящих городах с историей люди все-таки умудряются жить, то есть здесь и сейчас по-настоящему жить, а сам деревенский до пятого класса под Малоярославцем в деревне жил, одни тоже из самых счастливых лет моей жизни, потому что, ну, во-первых, детство пришлось, во-вторых, окружение было очень комфортное, и когда в Москву я приехал, еще Москва сохраняла свой облик, более городской, там, районами боролась, туша наборолась за, не слилось еще с безликим массивом, еще продавщица на кассе в магазине, говорит, Лариска, у меня завтра выходной, в город поеду, то есть не ассоциировали себя с городом, люди, во-первых, искренние, во-вторых, они чаще всего знают друг друга в маленьких городках, маленьких, это отдельный флер, то есть сразу уровень доверительности выше, чем просто в городе, если не знакомый человек, возможность описать, как-то вот, создать атмосферу городка, они очень похожи между собой, и в этом есть что-то великое, вот я не знаю, как вселенная, оно на снимке со спутника Хаббл, это прекрасное, цветущее что-то, но это как мы видим, на самом деле там может каша бы, кашеобразно серого цвета быть, вот, и так же может быть неприглядно выглядит какой-то городок, но если погрузиться вот в уют этого всего, прямо вот проникнуться, ты как прорастаешь в землю, с этими людьми начинаешь двигаться, общаться, иначе меняются приоритеты, приоритеты комфорта, но для меня это любовь, вот как я люблю деревню, я люблю маленькие городки, я, наверное, из-за того, что большую часть, большую часть жизни счастливой, очень таких насыщенных лет прожил вот в таких местах, разумеется, я все, что вынес из жизни, использую, стараюсь использовать в своей литературе, ну опять же, можно назвать литературой, это только вам решать, после того, как вы прочитаете, я не посягну, сам оставил в категориях какие-то возводить, но мне этот мир очень нравится, он искренний, он странный, он киберпанковый, стимпанк, не подберешь жанр, потому что вот Мерседес с золотыми колесами, вот, значит, рядом писающий на трансформаторную будку директор школы Петр Сергеевич Иванов, значит, а вот рядом пошел Нобелевский лауреат, Пеллиман, опять босиком падла, вот все вместе, это со стороны кажется, что невозможно, а вообще это те загадочные зоны, о которых братья Стругацкие писали в пикник на обочине, а потом Тарковский снимал по этим романам фильмы, такая зона комфорта, короче говоря. Спасибо. Спасибо вам. Иванович, мне сообщили, что, к сожалению, время нашей встречи немного ограничено, поэтому, с вашего позволения, у нас последний вопрос. Давайте еще, как о том неудобно, да, что это... Ну, давайте, ну, давайте тогда вот, еще у нас два вопроса, Милая дам, чтобы... Мы успеем, да, точно? Успеем, успеем, а мы в 10 только пежали. Хорошо, отношу вас с авто.